В нашем шумном и звонком, порой громогласном мегаполисе, появился необычный, но, наверное, очень нужный каждому, островок безмолвия и спокойствия. Это музей, главный экспонат которого – тишина. Только в тишине можно почувствовать любовь, и только в тишине можно понять другого человека, который находится в ней не потому, что ему так хочется, а потому, что так получилось. Многочисленные гости, добрые слова и теплые поздравления, камерная музыка и песни на жестовом языке в исполнении артистов театра «Не до слов». Открытие музея в тишине стало громким и долгожданным событием культурной жизни столицы. Нас никто никогда не учит общаться друг с другом. Мы не знаем, как. И когда мы начинаем, делаем первый шаг, понимаем, что это не страшно, то дальше все возможно. И вот так появилась идея сделать пространство, которое объединяет между собой два мира и которое как раз создает тот необходимый первый опыт общения. Первым опытом такого общения может стать знакомство с выразительным жестовым языком, на котором общаются многие наши соотечественники. Мне кажется, что когда стоишь у наушников в музее и учишь язык жестов, понятно, что сложно это неподготовлено человеку запомнить и так далее, но ты, тем не менее, открываешь для себя в том числе какие-то новые возможности. Я уверен, что этот музей будет очень интересен детям, потому что для детей язык жестов это в том числе такой тайный, секретный, шпионский язык. А параллельно с этим, через загадки и так далее, они смогут много узнать о мире своих сверстников. И не случайно здесь много интерактива и квестов, игр и загадок. Пройдя через непростые испытания, понять других не слыша, а сказать без слов, первые посетители музея пережили самые разнообразные эмоции. Сначала была некоторая растерянность, потому что это совершенно другой мир, это другие эмоции, это другое ощущение себя, потому что приходится совсем на другие свои чувства переключаться и выражать совершенно иначе свои чувства, то есть через жесты, через мимику, то есть она становится более яркой. Удивительный мир, он очень близкий, но он в то же время явно отличается от того, к которому мы привыкли. Здесь в тишине будут рады всем посетителям, но, пожалуй, этот музей все же нужнее слышащим. Музей тишины, он не для людей с инвалидностью, он для нас, чтобы мы поняли и услышали и приняли эту ситуацию, научились с ними общаться. Очень важно создавать такую среду, которая позволит общаться всем равно. И слышать и слушать друг друга, даже если физически отсутствует возможность слышать. Созданию такой среды помогает развитие и распространение жестового языка, который 8 лет назад получил в нашей стране статус официального. Отношение к жестовому языку заметно меняется. Оно становится все более позитивным. Например, Московский лингвистический университет готовит сейчас переводчиков жестового языка по программе «Бакалавр». Я был на защите выпускных работ студентов, и все студенты провели интересные исследовательские работы по жестовому языку. Гости музея могли и сами убедиться в профессионализме студентов Московского лингвистического университета, которые работали на презентации в качестве переводчиков. Интерес большой. У нас набирается каждый год группа. Есть бюджетные места. Нам всегда дает министерство 10 бюджетных плюс, плюс еще много платников. Интерес действительно большой, даже среди неслышащих. А мы, как преподаватели, как образовательная организация, делаем все возможное, чтобы наши ребята были конкурентоспособны, чтобы они были нужны обществу, чтобы помогали глухим неслышащим. И они это делали с большим удовольствием. Выпускники как этого, так и других вузов без работы не останутся. Услуги сурдопереводчиков востребованы в столице постоянно. Правительство Москвы всегда финансирует услуги переводчиков при проведении массовых мероприятий. А вот количество бесплатных часов сурдоперевода, положенных каждому неслышащему человеку, это 40 часов в течение года. Вот такая услуга. И этих часов хватает не всегда, особенно тем, кто учится. Так что этот вопрос остается открытым. На помощь приходят современные технологии. В музее можно увидеть приборы, помогавшие неслышащим людям в прошлом веке, и сравнить их с инновационными разработками сегодняшнего дня. Это устройство, оно очень удобно для использования в каких-нибудь банках, в МФЦ, там, куда приходят люди с нарушениями слуха, но там, где работают люди, которые не понимают жестового языка. Оно распознает нашу речь и переводит ее на экран в виде текста. Так человек, у которого проблемы со слухом, может понимать, о чем мы говорим, а он, в свою очередь, просто печатает что-то, и мы понимаем, что хочет сказать он. А сотрудников экстренных служб в Москве обучают элементарным навыкам общения с глухими и слабослышащими людьми. Разработаны приложения для смартфонов для того, чтобы общаться, чтобы полицейские, пожарные службы, врачебные службы могли понимать жестовый язык при общении с глухими людьми. Жизнь меняется, меняется и отношение к жестовому языку в положительную сторону. А в эти дни в связи с непростой эпидемиологической ситуацией по инициативе московской городской организации ВОГ правительство столицы открыло горячую линию для глухих, на которую можно обратиться на жестовом языке по видеосвязи в мессенджерах, ватсап и телеграм или прислать обращение по почте. Продолжение следует...